Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. На канале Андрея Караулова на ютубе вышел ролик «Бондаренко на грани ареста», который он рассказывал о ситуации, сложившейся вокруг этого известного саратовского депутата. Суть это интервью Бондаренко по телефону Караулова. Он у него сразу спросил, правда ли, что его пытаются арестовать. Тот ответил, что на это, во всяком случае, очень похоже. Но нужно отметить, что ситуация вокруг его возможного ареста очень своеобразная. Вначале, как он сказал, полиция начала долбить в дверь его кабинета в Думе. Но он просто не открыл. Ломать же дверь депутату, как я понял, они не решились. Когда он выходил из Думы, к нему опять подошло несколько полицейских. Как он сказал, лучше зачитаю. Опять ко мне бегут. Еле от них отделался. В общем, арест опять не состоялся. Официальных обвинений ему пока не предъявляли. Но он предполагает, что его, как всегда, будут обвинять в экстремизме, в организации незаконных митингов и в клевете на правоохранительную систему. Самое интересное здесь, на мой взгляд, что попытки его ареста очень напоминают цирк. Его по всему очень хотят арестовать, но не решаются. Королов спросил, что, на его взгляд, нужно сделать, чтобы не допустить ареста. Тот полагает, что нужно усиливать общественный резонанс. Больше рассказывать в СМИ об этих попытках его арестовать. И с ним, полагаю, здесь сложно не согласиться. Ясно, что на него не решаются надеть наручники только по одной причине. Он очень популярный блогер. А значит, арест его может обвернуться против власти. Пожалуй, известное лосиное дело Валерия Рошкина уже обернулось против власти. Но там есть, по крайней мере, хотя бы убийство бедной лосихи. Да еще и осужденное одним из лидеров оппозиции Николаем Платушкиным. Здесь же ничего, кроме дежурных обвинений представителям оппозиции, в которые давно уже не верит ни один нормальный человек, ничего предъявить нельзя. Вот и происходит. Это клоунадо. Андрей Королов предложил ему собрать большую пресс-конференцию, на которой широко обсудить данную ситуацию. Тот согласился с такой постановкой вопроса. Вот как они об этом сказали. Ну хорошо, а как ты думаешь, если собрать широкую пресс-конференцию, ты садишься не один, садится много журналистов рядом с тобой. Тот же Максим Шевченко, просто как журналист уже. Ну, нормальные люди, просто большим кругом. И идет серьезный разговор о том, что происходит в стране. Как возвращается 1937 год. Как любой повод может привести к аресту. Любой. Это очень важно. Чем шире сегодня сознательная, прогрессивная часть общества, вне зависимости от политических взглядов, идеологических убеждений, будут обсуждать проблемы, причины проблем в нашей стране, тем, собственно, больше вероятность у гражданского общества выйти из этих противоречий. Потому что тот путь к фашизму с семимильными шагами, который сегодня чинит власть, это страшно. Это невиданно для современной истории России. Дальше Караулов сказал, что, на его взгляд, данную ситуацию породил известный конфликт Бондаренко с Панфиловой. Имеется в виду, когда он показал ее всю в слезах на видео. И теперь ему за это, он полагает, хотят отомстить. Бондаренко на это сказал, что, возможно, и так, но он думает, что претензии власти к нему не только по этому поводу. Да, есть и другие поводы. Самое же здесь главное, пожалуй, в том, что Караулов полагает, что Бондаренко из тюрьмы просто может не выйти живо. Ни больше, ни меньше. И поэтому он считает, важно не допустить, чтобы его туда отправили. И, на мой взгляд, определенный резон здесь есть. Поскольку власть уже просто не знает, что ей делать с популярными оппозиционерами-блогерами. Я уже не раз говорил, что с позиции ноосферного мировоззрения, убежденным сторонником которого я являюсь, главный признак фашизма – это блокада информации. Это главный признак фашизма по одной единственной причине. Поскольку блокада информации является единственным эффективным оружием против правды. Мой вступительный ролик о ноосферном мировоззрении будет на конечной заставке. На ней также будет и плейлист «Темное пламя», в котором я рассказываю о ноосферном мировоззрении. У меня уже довольно большой цикл роликов об этом, но он, понятно, еще далеко не закончен. Плейлист называется «Темное пламя». Самое же главное, что номенклатуре сейчас не по плечу установить в нашей стране информационную блокаду, как она была установлена в Советском Союзе при Старине и Прибрежне. От Сталина до Брежнева, вернее. Номенклатуре сейчас не под контролем интернетом. И поэтому она и не знает, что ей делать с политическими деятелями блогеров. А пытаться скомпрометировать, как Валерия Рашкина, посадить в тюрьму, как Алексея Навального, или выдавить за границу, как Любовь Соболева, номенклатуре кругом выходит себе дороже. Рейтинги, что лично Путина, что Единой России, даже не просто стремительно упадают, а они просто рушатся. А вот рейтинги оппозиционеров, блогеров, напротив, стремительно растут. Раньше бы, что Рашкина, что Бондаренко, что Навального, что Соболь просто отлучили бы от прессы и от телевидения. И о них через полгода бы все забыли. Но если бы это не помогло, то номенклатурная пресса и телевидение, а в Советском Союзе ни о коей другой просто не было, залили бы их информационными помоями с ног до головы. И разоблачить бы эти помои у указанных оппозиционеров, да и у любых других, не получилось бы. Просто потому, что, опять же, доступ к средствам массовой информации был только у номенклатуры. Уже сказал, информационная блокада – это единственное эффективное оружие против правды. И именно поэтому она и главный признак фашизма. Но теперь-то от интернета указанных политиков отлучить не получится. И видно уже невооруженным глазом, что номенклатура просто в очереди. И именно поэтому она и делает глупость за глупостью. На мой взгляд, опять же, вот это же лосиное дело Рашкина – это очень большая глупость со стороны, что лично Путина, что Единой России, что лично Платошкина. Но и ясно, что таких глупостей будет все больше и больше. Равно как и очевидна причина. В номенклатуре сейчас не по силам установить в нашей стране блокаду информации. Что здесь можно сказать? Думаю, что репрессии по надуманным уголовным делам будут все вернее и вернее обворачиваться, что лично против Путина, что против Единой России, что против номенклатуры вообще. И данный процесс будет только нарастать. Если номенклатура, конечно, таки не найдет способ установить цензуру в интернете. Но думаю, это вряд ли. Интернет они уже проспали. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok